Приветствую вас, и я предложил бы начать с причин, по которым, собственно говоря, сотрудница так сильно вас не любит, не влюбил. Какие у нее могут быть причины, стимулы для того, чтобы так себя вести? Вам это необходимо, чтобы ее поведение не выглядело для вас, как, знаете, какое-то прайорное явление, вот, необъяснимо. Потому что, знаете, вот, я вам просто такой пример приведу, вы, пожалуйста, не обижайтесь, не думайте, я хочу как-то вас задеть, ну, чтобы вы лучше поняли. Вот идет дождь, и если не знать причин дождя, не знать того, почему он начался, мы не сомненем сказать, когда он закончится, мы вообще ничего про него не сможем сказать. Соответственно, человек в какой-то ситуации будет думать, что дождь может идти вечером, дождь может идти всегда, и что ему вечно предстоит быть подождем в этой ситуации. Естественно, подобное мнение ошибочное. Естественно, подобного нету и близко. И понимание причин помогло бы вам, а также вашим отношениям на работе вообще в контексте сократства. Итак, что может быть у ваших сотрудниц? Первое, нужно сказать так, что человек, как минимум, не является счастливым. Потому что счастливый человек никогда не будет портить жизнь другого. Уверенная в семье личность, человек, находящийся в гармонии с собой, человек, находящийся на своем месте и полностью идентифицирующий себя, аналогично никогда не будет так себя вести. Зачем? Ведь он счастлив, он в себе уверен, у него все хорошо. Но запрыгнется, так себя не ведет. Она считает, что вы ее конкурент, вы ее враг, вы ее соперник, соперница. Почему она так решила? Можно сказать достаточно просто. Дело в том же, что если ей сейчас, как вы сказали, 50 лет, то это означает, что она работала, скорее всего, еще в Советском Союзе, а там идеология была, пока ты начинаешь ныкнуть на снизу, что в общем-то выслуга лет обязательно нужна для того, чтобы чего-то добиться. Вы же, как сами написали, пришли на работу сразу вас взяли без испытательного срока, без всего, скорее всего, за сотрудницу брали именно с испытательным сроком, скорее всего, на менее любовных условиях, чем вас, и она вам банально и элементарно доведует в данный момент. и, собственно, отсюда ее желание показать начальнику, в том числе, что вы хуже, чем есть во самом деле. Просто потому, что она вам завида. завида. И во всем этом контексте, во всех вот этих вот массивах откроется одно лишь понимание, что человек, по сути, боится, ну, боится, что вы будете лучше него, и вся работа ее, на которую, вероятно, потрачено не один год, окажется менее ценный, чем она думала, а это очень серьезный удар по самооценке, по гордости, по достоинству и самолюбию. Второе, она продукт своего времени, она не способна изменить свои взгляды относительно до того, как сейчас выстраиваются трудовые отношения, а они сейчас совсем не обязательно устрачиваются на основании услуги лет, может быть, и вот, как у вас, то есть, рекомендации. И вот это все вместе, плюс объективное отсутствие счастья у человека, отсутствие гармонии внутри него. у вас в качестве реакции, в качестве ответного поведения вызывает лишь жалость. Вот это то, как вам следует относиться к человеку с жалостью, с пониманием, с некоторым сочувствием и вообще не воспринимать ее всерьез. потому, что, ну, человек явно боится предпринять свое значение. Боится того, что он уже все, он уже старое поколение. Он боится того, что нужно уступать место поколению более новому, молодому, то есть вам. И это невыносимо. вот этого нужно понять. Через себя пропустить. Помогите поставить ваш обращение себя на ее место. И подумайте, каковы. Поймете ее, будете чувствовать к ней шанс поставить себя выше нее в отношениях. И ее попытки нисколько не будут вас задевать. Далее я скажу так. Отчасти перекликая с Андреем сыновым, отчасти перекликая с ним, скажу так, что безусловно нужно выполнять лишь только свои мягкие. Понимая в какой ситуации вы находитесь, лучше не проявлять инициативу лишний раз, лучше не делать ничего выходящих из ваших прямых обязанностей, чтобы в случае какого-то инцидента было предъявить начальнику, сказать, что вот вы выполняли свою работу, допустим, а она вам допустим мешала. И тогда у начальника не будет поводов для того, чтобы вам призраться. Следующее, что вы можете сделать, безусловно, по вашему желанию, это поговорить откровенно с этой сотрудницей, вывести ее на разговор, спросить ее прямо, что она имеет против вас и почему пытается так себя с вами вести. Вот скорее всего человек ничего вам конкретного не назовет. Она не сможет сказать ни причин, по которым к вам относится, ничего. Она будет все отрицать и говорит, что это вы все придут. Потому что ей нечем аргументировать свое поведение. А реальные причины, они, естественно, смешны, постыдны и уж точно не достойны сотрудника с большим стадом. Но поговорив с ней вы убедитесь в том, что ей движут действительно личные проблемы. по сути в этом вы ничего не теряете. Либо она скажет вам, что вас ей не нравится и вы сможете это обсудить. Либо она не скажет ничего и вы убедитесь в том, что ей движет личный мотив. Ну и наконец последний. Грамотный начальник, то есть руководитель, он всегда понимает, как обстоят дела между его сотрудниками. И если все так, как вы говорите, то ни вам ничего не угрожает. Потому что руководитель видит, как работаете вы и как работает она. И видит, что вы объективно плохому ничего не делают. он нормально не может смешиваться в отношениях между сотрудниками. Потому что она, еще раз повторим, формально ничего не нарушала. Но если вы ничего плохого не делаете, то вам реально ничего не грозит. Потому что мудрый начальник, грамотный руководитель, никогда не уволит ценного, хорошего, честного компетенса по сотрудникам. А если он это сделает, значит, с вами это произошло в любом случае и без сотрудников. Да, вот если начальник неграмотный, если руководитель из него не очень хороший, то ты не сотрудников, он не умеет. И, соответственно, будет прислушиваться ко всяким сплетням, ко всяким субъективным оценкам, будет всегда. И это не только в вашей сотруднице, это в любом коллективе. То есть, тут нужно просто выполнять свою работу, понять, почему сотрудник так себя вести с вами начала, и попробовать с ней поговорить. В принципе, по сути, это три момента, которые вы можете сделать в вашем случае. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь лично, помогу. если вам понравился мой цвет, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен.